Здравствуйте! Как научиться не обижаться на других людей? Вы действительно согласитесь, порой, когда что-нибудь в пространстве происходит не так, как нам хочется. Нам хочется надуть губы, посмотреть в пол, нахмуриться, может даже сплакнуть чуток. Ну, в общем, так или иначе, показать, что нам крайне неприятно от того, что всё вокруг происходит не так, как бы нам хотелось. С одной стороны, эта проблема уходит крайне в детство. Как мы когда-то говорили, это связано с тем, что действительно у нас есть свойство воспринимать окружающее пространство как своё продолжение. И каждый раз, когда мы видим, что мир вокруг не такой, как нам хочется, мы испытываем разочарование. Нам больно, тревожно, депрессивно, и хочется от этого закрыться, надуться и спрятаться от этого ужасного страшного мира, где всё не так, как нам надо. Но с другой стороны, обида – это одно из средств манипуляции. И это прекрасно понимают дети, да и некоторые взрослые, как вы знаете, в этом разбираются не хуже детей. Если маленькому ребёнку отказать в каких-то его желаниях, посмотреть очередную серию какого-нибудь там мультика, да, он может сесть, нахмуриться, посмотреть в пол, и такие горькие глаза делает, и так пальчиками там по ладошкам шевелит, что становится нестерпимо жалко его, испытываешь чувство вины, что такого прекрасного младенца ты лишаешь такого счастья, и хочется пойти у него на поводу, и сделать не то, что ты хотел, а то, что хочет он. Поэтому это, по сути дела, есть манипуляция. И поэтому дети-то они этим способом пользуются, потому что у них средств особо других нету прокоммуницировать с родителями и как-то доказать свою необходимость получить того или иного. А вот взрослые люди, когда это используют, они, по сути-то, и превращаются в маленьких детишек. Ну вот там двух-, трёх-, четырёхлетних, которые готовы за счёт своего, скажем так, обиженного поведения заставить окружающих людей почувствовать себя виноватыми, какими-то нехорошими, сделать так, как бы им хотелось. Манипуляция, конечно, в чём-то и прекрасна, потому что действительно иногда помогает достичь своих целей. Ну, прекрасна в кавычках, скажем. Но с другой стороны, есть ли в этом какой-то хороший стратегический выход? Да его нет. И вы сами-то добиваетесь цели не потому, что меняетесь, а потому, что заставляете других. Да и другие, пойдя на поводу, они это делают не из хороших чувств, а потому что у них выхода другого нет, и они испытывают негативные эмоции. И по итогу, если регулярно этим пользоваться, то окружающие потихонечку начинают отодвигаться от того человека, кто постоянно ими манипулирует. А тот, кто любит манипулировать, рано или поздно оказывается в пустоте и одиночестве. Поэтому прежде чем лишний раз на кого-то обидеться, подумайте, а точно это тот способ, которым вы хотите достичь то, что вам нужно.